Всем доброе утро! Мои родственники сегодня заказали какой-нибудь пирог, чтобы можно было с чаем есть на завтрак. И я решила испечь цветоевский пирог. Яблоки нарезаем вот так вот, очень тонко-тонко. Чем тоньше, тем будут вкуснее. Яблоки мы с вами нарезали, теперь нужно замесить тесто. Нам понадобится полтора стакана муки, 150 грамм масла, полторы чайные ложки разрыхлителя и 100 грамм сметаны. Высыпаем муку, добавляем разрыхлитель, туда же добавляем масло. Это тот случай, когда хотела эффектно добавить масло. Теперь вытираем стол от муки и сметану. Теперь все это хорошенечко перемешиваем. Лопаткой это сделать не получится, ни вилочкой, ни ложечкой, поэтому советую сразу замешивать руками. Так, у нас должно получиться вот такое вот тесто, которое нам теперь нужно распределить равномерно по форме. Ну вот, примерно вот так вот, ручками, 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 все распределяем и на бортики тоже. Теперь нам нужно распределить по нашему тесту яблочки. Если вам покажется, что их маловато, можете дорезать еще. У меня сколько? У меня было три яблока. И мне кажется, что это будет достаточно. Немножко старайтесь вот так вот рассоединять яблоки, чтобы они не слипались. Теперь нам нужно приготовить заливку. Нам понадобится одно яйцо, две столовые ложки муки, 200 грамм сахара и 200 грамм сметаны и ванильный сахар. Яйцо, сахар, мука. Раз и два. Так, теперь добавляем сметану. Кстати, я вам сейчас покажу. Вот эта вот сметана из Меркадонны. Самая вкусная, если вы живете в Испании и еще не пробовали, обязательно попробуйте. Все хорошенечко перемешиваем и заливаем наши яблочки. Ну, конечно, никто даже не сказал, Лиля, а ваниль. Конечно же, добавляем ваниль. Теперь, как я и сказала, заливаем этой заливкой наши яблочки. Получается вот такая красота. И нам осталось только отправить наш пирог в духовку на 180 градусов минут на 50. Вот так вот. Так, отправляем и закрываем. Все. 50 минут. Ждем. А пока наш пирог печется, давайте сбегаем, заберем Марию на обед. Проходим все круги ада в нашем подъезде. Сегодня еще, кстати, более-менее. Мария, Мария, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Что делали? Ничего интересного. Ничего совсем? Совсем. И как всегда. Наш малыш решил покататься на котельке. Маша, тебе сколько лет? Что? Лет тебе сколько? У нас сейчас на улице такая погода, знаете, когда еще очень-очень тепло. Можно даже сказать, что жарко. Но уже чувствуется вот этот вот дух осени. Не знаю, чем сравнить. Наверное, вот как наши бабье лето. Хочется на шашлык, на природу, в лес, даже на море. Анна, пишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы меня смотрите. Очень интересно. Смотрите, какой здесь у нас такой уютненький уголочек. Столики, лавочки, фонтанчик. Можно посидеть, перекусить. В Испании пошла такая мода. Выкупают вот такие вот нижние этажи. Там какие-то, допустим, если какие-то помещения, там складские. Или вот здесь, например, был ресторан. И вот из этого ресторана сделали квартиру. Представляете, как классно. То есть правительство Испании разрешило из вот таких вот локалей, как здесь называют, делать квартиры. На террасах сидят люди, потому что еще очень-очень тепло на улице. Надо и нам прийти вечерком. Ну что, тут наш пирог печется еще 20 минут. Вот это я быстро за Машей сходила. Вы только посмотрите на эту красоту. Мне кажется, он идеален. Что скажете? Перед тем, как его резать, он должен остыть. И желательно, чтобы он постоял еще и в холодильнике немножко. Тогда он получается вкусный-вкусный. Пирог у нас будет на завтрак. А Маше на обед будет вот такая вот супер-пицца. Маня, айди садись. Сейчас я вам покажу наборчик, который мне подарили друзья. Специально для того, чтобы снимать видеорецепты. Смотрите, какая прелесть. Вот такие вот разного размера тарелочки. Смотрите, это какая-то капелька. Видите, какая она тут с этой стороны? Так, чуть побольше. Вот такая. Еще больше. И самая большая. Четыре таких вот тарелочки. Их можно красивенько расставлять. И будут очень эстетичные блюда, хотела сказать. Видео с рецептом. Как вам? Мне очень нравится. Ну, в общем, примерно вот так вот они выглядят. Смотрите, какая красота. Сюда вы можете положить основное блюдо. Сюда салатик, например. Сюда какой-то соус. И сюда еще что-нибудь. Например, хлеб. Здорово смотрится, правда? А мы сейчас сюда положим пирог. Ну что, достаем кусочек пирога. И смотрите, как он прекрасно и аппетитненько выглядит. Правда? Как считаете? Кладем на нашу подарочную тарелочку. И пробуем. Сверху, кстати, можно еще добавить немножко мороженого. Будет тоже очень вкусно. Так, берем кусочек. Ммм. Это так вкусно. Так нежно. Обязательно попробуйте приготовить. Я вам уже давно обещала показать, как работает средство для мойки духовок. Вернее, оно для мойки каминов. Но мы его решили попробовать на духовке, которую мы с вами покупали в Меркадоне. Для начала нужно немножко нагреть духовку, потому что если она теплая, она будет лучше работать. Набрызгиваем все и ставим буквально минут на 30, оставляем в закрытом виде. И смотрите, открываем и просто протираем все тряпочкой. Оно настолько классно работает. Я, если честно, была в шоке. Если что-то очень такое уже старое и не отмывается, нужно просто еще раз набрызгать и немножко оставить. И потом все смываете водичкой. Вот, кстати, да, вот это средство. Ну, то есть я считаю, что оно просто шикарное. Смываете водичкой, вытираете какой-то салфеточкой, бумажечкой. И все. Вы только посмотрите на этот результат. Ну, то есть я считаю, что духовка выглядит как новая. Что скажете? Так, в Мадриде к пиву всегда дают как-нибудь бесплатные закусочки. Вот у нас сегодня это чипсики и оливочки. А, один всего лишь, если его съем. Ну, да. Не, специально не надо. Не надо? Ну, ладно, не буду. Маша, как называется этот картофанчик? Потаток с бревочкой. Вкусненько? Сейчас будем пробовать. Вот этот вот соус, он, по-моему, не острый. Не острый, да? Он вкусненький, а не острый. Угу. Сейчас попробуем. Это как соус на кебаб типа. А этот острый. А-а-а-а. Горячий. Горячий. Сейчас оно остынет, я попробую. А вкусно? Вкусная картошка. Ну, как? Ничего, есть можно? Да, вкусно. Хорошо. А если бы твою еду...